В отношениях стран, как и в отношениях людей, бывают разные периоды. У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров друг в странах. С нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности пройдут. Сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное. Вы знаете, что сейчас на пространстве бывшего Советского Союза Армения – страна, которая наиболее динамично развивается. У них свыше 15% рост ВВП за прошлый год. Свыше 15%. Это даже по мировым меркам можно сказать, что Армения лидирует. Почему так происходит? Я не могу сказать во многом или нет, но то, что отчасти это происходит из-за очень тесного взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной и от членства Армении в ЕАЭС или в Евразес, как хотите называйте, Это однозначно. Это демонстрирует цифры. Растет товарооборот, растет выгода, транспортные услуги, просто услуги, финансовый сектор и так далее. Армения выигрывает от этого. То есть выигрывает армянский народ. И я уверен, что это все будет учитывать армянское руководство при принятии своих решений по внешней политике. Это, конечно, суверенное решение. Я только что говорил о том, что мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать и вместе становиться счастливее и богаче.